Варикозная болезнь нижних конечностей. На сегодня это самое распространенное заболевание, хроническое заболевание вен, нижних конечностей. Как лечить варикозную болезнь? Можно ли вылечить таблетками? Помогает ли мази? И как на самом деле проходит лазерная операция по устранению варикозной болезни? Больно ли это? Как готовиться? На эти и другие вопросы я постараюсь вам дать ответ. Я Якушкин Сергей, хирург-флебалок. По поводу оперативного лечения. Все мы боимся слова операция. Любой пациент хочет избежать операции, надеясь, что варикозную болезнь можно вылечить другими способами. Но, к сожалению, это не так. Варикозная болезнь это хирургическое заболевание, которое лечится только хирургическим путем. Но на сегодняшний день, кроме классического удаления вен флебоктомии, существует масса малотравматичных методов, которые не требуют госпитализации, которые не требуют общего наркоза и которые достаточно с быстрой реабилитацией. И одна из них это эндовенозная лазерная операция, либо лазерное лечение урикозных вен. О которой, в принципе, я сегодня более подробно вам расскажу. С чего вообще все начинается? Ну, во-первых, все вы каждый день видите свои ноги. И все вы можете заметить какой-то своеобразный венозный рисунок на ногах. Давайте определимся с терминами. Сосудистые звездочки это все-таки эстетические проявления хронического заболевания вен. И на здоровье никакого влияния не оказывает. Это больше такая эстетика. Варикозные узлы. Вот это вот самая часто встречаемая ситуация, когда мы видим уже наличие достаточно больших варикозно расширенных вен на ногах. Где-то больше, где-то меньше. Но это уже является показанием к их устранению. Так как в варикозной болезни нет стадий. Есть бессимптомный варикоз. Это когда мы видим только варикозно расширенные вены. Но при этом никакого дискомфорта не испытываем. Это симптоматический варикоз. Когда уже появляются симптомы, такие как тяжесть, отечность, возможен отех. Сначала симптомы появляются в конце дня, но проходят после ночного отдыха. Ну, затем симптоматика не уходит даже после отдыха. И чаще пациенты уже просыпаются с тяжелыми ногами. И бывает осложненный варикоз. Это уже когда есть осложнение. Чем опасно хроническое заболевание? Если его не заниматься и ее не лечить. Это осложнение. Варикозная болезнь относится к хроническим заболеваниям вен. И также опасно своими осложнениями. Осложнения варикозной болезни это тромбофлебит, тромбоз. Да, встречается редко, но встречается. И исход бывает совершенно разный. Это возможно кровотечение из варикозно расширенных вен. Тоже редко, но встречается. И трофические нарушения кожи, которые начинаются с потемнения кожи, уплотнения кожи. В дальнейшем может развиться экзема и открыться трофическая язва. Так вот, если вы у себя заметили варикозно расширенные вены, то, наверное, стоит обратиться к флебологу. При обращении к флебологу никакой подготовки в принципе не надо. Вы приходите в обычном режиме. Если вы до этого делали какие-то исследования, наверное, лучше ее взять. Анализы предварительно сдавать никакие не надо. Обычно сам флеболог делает ультразвуковое исследование прямо на приеме. После осмотра, после сбора анамнеза, мы, естественно, переходим к ультразвуковому исследованию, где выявляем проблемы. И если действительно есть проблемы, мы уже смотрим, как технически этот вопрос можно решить. Да, если мы выявляем варикозную болезнь, любой сложности, неважно, сколько варикозных узлов, какой диаметр вен, мы уже планируем начинаем лечение. И на сегодняшний день любой современный флеболог может предложить лазерное лечение варикозной болезни. Причем лазерному лечению подвержен варикоз любой сложности, любого диаметра вены. Сейчас это не имеет уже значения, как имело лет 7-10 назад. Далее происходит после того, как мы понимаем, что нам нужно избавиться от варикозной болезни с применением лазера. Кроме того, лазерное лечение может дополняться такими методиками, как минифлебоктомия. Это когда через прокольчики убирают варикозные вены и также склеротерапию. Мы начинаем планировать день лечения. Когда это лечение будет проходить? До того, как запланирован день, то есть когда запланирован день, до этого времени пациент сдает обязательно небольшой перечень анализов. Основные анализы – это общий анализ крови, анализ крови на инфекции, обязательно ЭКГ, консультация терапевта. Все остальные анализы и обследования, а также консультации только по индивидуальным показаниям. Как готовиться к данному вмешательству? Ну, учитывая то, что лазерное лечение все-таки проходит под местной анестезией, не требует общего наркоза, это полностью амбулаторное вмешательство, то это в принципе день операции, это обычный день, который вы можете распланировать. Если оперативное лечение назначено на утро, вы обязательно просыпаетесь и завтракаете на обед, значит вы пообедали. Да, бывает операция вечером, значит какой-то небольшой полдник тоже может быть. То есть ограничений в приеме пищи в принципе нет. С собой вы берете анализы, которые вы сдали, и обязательно компрессионный трикотаж, чулки, гольфы, то, что вам назначил доктор. И в назначенное время вы приходите в клинику. Естественно, в клинике вы оформляете договор, подписываете всю документацию, и дальше вас определяют в палату, где вы переодеваетесь и ждете своего часа. Как проходит сама операция по лазерному лечению? В какие этапы она включает? Вкратце я вам сейчас обязательно об этом расскажу. И почему лазерная операция чаще проходит с добавлением каких-то других методик? Ну, во-первых, варикозная болезнь развивается вследствие поражения клапанной недостаточности каких-то основных поверхностных магистральных вен. Либо большая подкожная вена, либо малая подкожная вена, либо добавочная вена. Именно эта вена способствует развитию варикозно-расширенных вен. Варикозно-расширенные вены – это притоки, это следствие поражения каких-то магистральных поверхностных вен. Поэтому, когда планируется лечение, мы планируем, какую вену мы удалим с помощью лазера Какую вену мы удалим с применением других методик В основном лазерным лечением подвержены именно магистральные поверхностные вены Большая подкожная, малая подкожная или добавочная вена Иногда поражаются все, тогда мы обрабатываем лазер все вены Лазерный световод, в принципе, лучше всего работает на прямой вене То есть на венах варикозных, когда-нибудь вы, тоже возможно сделать лазер И есть такая методика, называется Total Laser Когда мы не применяем никаких других методик, только лазерная облитерация Давайте рассмотрим, как проходит оперативное лечение Все уж, вы пришли в назначенное время И мы проводим, первым этапом, мы проводим маркировку варикозных вен Да, вся операция проходит под ультразвуковым контролем Обязательно мы полностью контролируем весь процесс Но варикозные вены, как вы, наверное, знаете Когда, принимая горизонтальное положение, варикозные вены чаще спадаются То есть вся кровь, скопившаяся в этих варикозных венах, она просто уходит Для того, чтобы нам не потерять эти вены Мы с помощью маркера, с помощью применения маркера, их маркируем Да, в виде крестиков, в виде кружочков Ну, по-разному, каждый хлебовок маркирует по-своему, как ему удобно Дальше, естественно, уже в операционной Происходит обработка операционного поля Здесь ноги И с использованием стерильных пеленок Обкладываем пациента и делим на зоны Стерильная зона, это ниже живота И что, что выше, там уже зона пациента Приступаем к лазерному лечению Первое, нам нужно найти вену, которую мы будем пунктировать Пункция проводится под культуозвуковым контролем То есть мы видим точку, где мы будем пунктироваться на УЗИ Потом мы делаем небольшую местную анестезию вместо прокола Берем иголочку покрупнее И под контролем УЗИ мы вводим обязательно эту иголочку и пунктируем вену По сути, это внутривенная инъекция Всем знакомая Все когда-то брали, сдавали кровь Всем когда-то делали внутривенные капельцы Здесь то же самое Мы делаем внутривенный укол Иголка, правда, чуть потолще Поэтому мы изначально это место обезболивали Дальше, поэтому по этой иголочке мы вводим специальный проводник вену Полностью контролируя процесс, как этот проводник идет по вене, по ДУЗИ и контроль Далее мы по проводнику вводим специальный катетер Достаточно толстый катетер По которому дальше пойдет лазерный световод Введение катета по проводнику занимает буквально несколько секунд Секундное дело Дальше по проводнику мы вводим лазерный световод Как я уже говорил, полностью контролируя процесс от начала до конца УЗИ контроля И позиционируем этот световод Если это большая подкожная вена То это место впадения в общую бедренную вену Если это малая подкожная вена, в подколенная вена Обязательно контролируем Когда мы позиционировали световод, мы приступаем к анестезии Анестезия местная Или, как говорят, тумисцентная анестезия С небольшим количеством местного анестетика Как использовать стоматолог Принцип примерно одинаковый Мы по ходу этой вены Которую мы будем обрабатывать лазером Мы вводим в специальный анестезирующий раствор Под УЗИ контролем Здесь мы преследуем три значимых фактора Во-первых, это обезболивающий эффект Вены, как таковые, не реагируют на боль То есть там практически отсутствуют болевые рецепторы И нам, в принципе, не важна анестезия вен Нам важна анестезия тканей, которые окружают эту вену Второе Это с помощью раствора мы опражняем вену и удаляем из нее кровь Кровь должна уйти, потому что воздействие лазерного световода Должно быть строго на стенке вены Когда мы полностью сдавили вену Стенки вены интимно облегают световод И третий важный фактор Это мы ограничиваем этой гидроподушкой Вену с лазерным световодом от мягких тканей Потому что воздействие лазера Это воздействие высоких температур Температура достигает 100-120 градусов Цельсия И для того, чтобы не получить ожог тканей вокруг Мы создаем эту гидроподушку И лазер должен воздействовать только на стенки вены То есть крови там не должно быть И стенка должна интимно прилегать к лазерному световоду Ну а дальше мы включаем лазерный световод Удаляя световод с определенной скоростью Либо руками, либо специальной машинкой Мы обрабатываем с помощью лазера стенку вены вокруг Обжигая ее все слои Что происходит? Происходит выкипание воды из стенок вены Вены стенка выкипает Так как температура кипения воды И белок, который содержится в стенке вены Коагулируется То есть по сути Это как можно сравнить с тем Что когда вы зажарите яичник Сделаете омлет Вот этот белок он начинает Скажем, белок коагулируется Коагулируется, да И превращается в такую огромную белковую мансу Здесь происходит в принципе то же самое Стенки вены, они набухают За счет коагуляции венка И просвет вены закрывается Обязательно нужно закрыть просвет вены Вообще все, что касается варикозной болезни и вен Мы должны это выключить из кровотока Потому что эти вены, они уже не рабочие Они не выполняют свои функции Это поверхственные вены Которые в норме-то выполняют Всего 1-5% функции потока крови А все остальное у нас Всю работу выполняют глубокие вены Вот, а когда есть варикозные изменения И несостоятельность клапанного аппарата Что при варикозной болезни наблюдается Эти вены не функционируют Они начинают только вредить Я обязательно вам расскажу и нарисую схему Как формируется варикозная болезнь И как формируется осложнение варикозной болезни Обязательно нарисую эту схему Чтобы это было вам понятно Так вот, после того, как мы это все сделали Мы удаляем световод При этом специально с какой-то скоростью И стенки вены обжигаются И стенки вены набухают И просвет вены закрывается После того, как мы полностью сожгли вены Мы извлекли световод Вот, время потраченного От момента пункции вены До извлечения световода Это в среднем 10 минут То есть это все делается очень быстро 10 минут в среднем 10-12 тратится от пункции Которая пункция анестезия Извлечения световода Что происходит дальше? Либо мы операцию заканчиваем Если мы планировали только сделать лазерную операцию Но чаще всего у нас есть еще варикозные узлы Которые надо удалить Здесь мы применяем методику минифлебектомия И вот тот эстетический результат После удаления варикозных вен Через проколы Которые мы видим Мы показываем до-после Вот этот эстетический результат Достигается не с помощью лазера А с помощью как раз минифлебектомии Также под местной анестезией Мы делаем местную анестезию Те места, где маркировали крестики Где находились варикозные вены Мы их сделали анестезией Дальше мы берем иголочку Той, которую пунктировали Делаем прокольчик Проекции вены И специальным крючком удаляем ее Удаляем эти венки из нескольких проколов В зависимости от обширности поражения Ну, обычно это где-то 3-4 Может быть 5-6 проколов Ну, если большой обширный процесс То это может занимать 10 проколов И каждый прокол где-то 1-2 мм Аккуратно удаляем полностью варикозные узлы Но иногда мы еще дополняем операцию С помощью склеротерапии Если есть какие-то сосудистые звездочки Образования, которые в принципе Тяжело убирать с помощью минифлебектомии То мы дополняем операцию уже склеротерапии Мы вводим специальный раствор Венку и венка склеивается Но о склеротерапии я вам расскажу обязательно позже Вот, в принципе, на этом операция вся и заканчивается Время потрачено на минифлебектомию Ну, бывает разное Все зависит от объема поражения Это может занять и 5 минут Это может занять и 30 минут Но в среднем операция по устранению варикозной болезни С помощью применения лазера минифлебектомии Склеротерапии занимает 30 минут На одну ногу Дальше накладывается повязка Да, каждая давящая повязка И надевается принесенный компрессионный трикотаж Гольф, либо чулочек Что происходит дальше? Как вести себя пациенту? Мои пациенты сразу встают И из операционной уже уходят своими ногами Это очень важно, потому что именно С этого момента начинается реабилитация Ранние активизации Не зря вся хирургия сейчас стремится к этому Чем раньше человек начинает активизироваться Тем меньше осложнений Естественно, возникает вопрос Какие риски? Риски осложнений И самое страшное осложнение, которое все боятся Это тромбоз Мы оцениваем, обязательно проводим оценку По специальным шкалам Вероятность возникновения тромбоза Это индивидуальная оценка вероятности Поэтому, если риск тромбоза В послитуационном периоде умерен Либо высокий, тогда мы проводим Обязательно антикоагулянтную профилактику В течение двух-четырех недель Пациент встал, дошел до палаты Оделся И получил выписку И покинул клинику Поэтому, как я говорил, можно распланировать этот день В послитуационном периоде, конечно, желательно Минут сорок, шестьдесят час Походить Обычным шагом А потом Можно, в принципе, идти Навстречу с друзьями На деловую встречу А можно просто Пойти погулять А можно просто пойти домой Это уже как вы решите Что происходит дальше? Что ждет? Ну, естественно В послеоперационном периоде Встречаются синяки, гематомы Это нормально Послеоперационный отек Хоть минимальный, но он есть Это операция Это операция Поэтому минимальный отек В течение трех-четырех-пяти дней Может быть Какие-то дискомфортные ощущения Могут быть Но чаще даже не требуют назначения Обезболивающих Что дальше? Первые сутки пациент спит в чулке То есть не снимается чулок В течение суток Дальше На следующий день Вечером Где-то за час до сна Надо снять обязательно чулок Если пациент не пришел На следующий день к врачу Снимается чулок Снимаются все повязки Есть один нюанс При снятии повязки Из прокола Может выделиться Остаточная сукровица Этого не надо бояться Это нормально Потому что Образуется гематома И при снятии Вот эти остаточные Сукровичные выделения Они могут быть В этом нет ничего Панического Поэтому просто берете салфетку Прикладываете на 2-3 минуты И отпускаете И в принципе все проходит Если сукровица выделяться Продолжается Можно использовать пластырь Еще на сутки И чаще всего В этот же день Можно принимать уже душ Просто душ Без всяких Использования мыльных гелей Просто душ с водой Через день Уже можно принимать Полный качественный душ Утром После того как Накануне сняли чулки Чулки обязательно постирали Наступает утро Не надо Не вставая с кровати Сразу надевать трикотаж Не стоит Это ни к чему Потому что Это показано Для небольшой категории пациентов Можно встать Сделать все свои Гигиенические процедуры И спокойно Сидя Как удобно Лежа Сидя Стоя Одеть компрессионное изделие Без разницы Каким образом Вы это делаете Главное Это было бы удобно Для вас И можно заниматься Своими делами На работу Или другими делами Можно спокойно заниматься Ограничений Глобальных После оперативного лечения Нет Ограничений нет Надо прислушиваться К ногам Потому что Многие сами скажут Что я сейчас могу сделать Что надо подождать Я не могу Не надо Идти против Можно ходить в спортзал Но пока Не поднимать В течение трех недель Тяжести Так же Что касается Каких-то Банных Мероприятий В течение трех недель Лучше воздержаться От похода в парилку Можно посидеть С друзьями В предбаннике Поговорить Но в парилку Пока не заходить В спортзал Можно Кардиомероприятия Да Это ходьба Бег Велодорожка Это все можно Сразу Бассейн Тоже можно Через три недели По факту Уже начинается Формирование Рубца В той вене Которую Мы закрыли Лазер И Этот период В принципе Границы Возможно Расширяются Вот И уже Никаких запретов И ограничений У моих пациентов Нет Что касаемо Полетов Лететь Можно будет На следующий день Это не Возбраняется Но здесь Как бы Если вы Планируете Полет Лучше предупредить Врача Чтобы он Учел этот момент И назначил Какую-то Профилактическую Терапию Летать можно Подъем Тяжестей Ну здесь Тоже Ограничения Конечно Должны быть Ограничения Нежелательно В течение Первого Трех Недель Поднимать Что-то Сильно Тяжелое А так Можно все Никаких Серьезных Ограничений Не существует После Лазерного Лечения В течение Полгода Обязательное Наблюдение Лечащего Врача Это Не много Приемов Обычно 3-4 приема В течение Полгода Ведь Полгода Это ровно Тот срок Средний Усредненный Срок Когда Мы видим Полное Рассасывание Вены У большинства Пациентов То есть Эта вена Должна Полностью Рассасаться Это важный Прием Потому что Мы должны Убедиться Что эта Вена Вас больше Никогда Не побеспокоит Вот Кратко Так проходит Вообще Консультация Так проходит Оперативное Лечение И послеоперационный Период Я В свое Время В течение Трех лет Набирал Материалы Пациентов Страхи И как Вообще Пациент Реагирует На Слово Операция И что Его интересует Вообще В операциях В послеоперационном Периоде И за Три года Я собрал Небольшой Материал Который Изложил Вот Такую Вот Книжку До Во время И после Эндовенозной Лазерной Операции Эта книга Она не для продажи Эта книжечка Дается Всем Моим Своим Пациентам Которым Планируется Эндовенозная Лазерная Операция На консультация На консультации Каждый Пациент С моим Наставлением Получает Эту книжечку И изучает То есть Это продолжающая Консультация Дома Так что Мои уважаемые Друзья Пациенты Не бойтесь Быть здоровыми Не ждите Когда Варикоз Перейдет Из Бессимптомного В симптоматический А то и осложненный Чем раньше Обратитесь Тем быстрее Это можно Исправить Чем меньше Подтребуется На это Времени И чем Быстрее Восстановительный Период Не дожидайтесь Осложнения Осложнения Лечить Всегда Сложнее И дороже А как вы знаете Самое основное Тем более Кто меня слушает Основное Осложнение Патологии вены Это Трофическая язва Которая Очень сложно Поддаются Лечение И этих Пациентов Ежедневно Я принимаю По 3-4 человека А то и больше У которых Язвы не заживают Много-много лет Я даже Создал клуб Анти Ульцер Клаб В телеграм-канале Он интересен Пациентам У кого есть Трофические язвы У родственников Пациентов У которых Есть Трофические язвы Ну и врачи Кто хочет заниматься И помогать Людям С трофическими язвами Поэтому Если Эта проблема Вам знакома Я приглашаю Вас в свой клуб Там всегда Очень много Интересного Но опять же Предупреждаю Там больше Целевая аудитория Потому что Тот контент Который Там содержится Он может Шокировать Шокировать Человека Поэтому Если Вы Столкнулись С этой Проблемой Я жду Вас В клубе Спасибо Что Выслушали Меня Дорогие Мои пациенты Дорогие Мои друзья Я надеюсь Вы Примите Правильное Решение И сделайте Правильный Выбор В пользу Здоровья А не в пользу Подождать И все У вас Будет Хорошо Подписывайтесь На мой канал Здесь Всегда Много Интересного И будет Очень Много Интересного Спасибо Что Выслушали Всем пока И до новых Встреч